Ну, то, что касается боковых ударов снизу, то у вас у всех достаточно хорошо получается делать вот по нему концентрированный удар такой. Потому что хлёст, то есть, да, присоединяется. Но как начинается прямолинейная техника, прямые удары, то где-то после первых, не знаю, на 30 секунд начинаются толщины. То есть, чем вы сильнее хотите ударить, тем это больше будет так. Это происходит только из-за того, что вы работаете преимущественно руками и неправильно подбираете дистанцию. Да, в прямой технике по мишку в случае важно контролировать то, что вы в одном движении должны разогнуть руку. Это, конечно, не макивара, где вы можете проконтролировать и пробивание, и при этом выполнить удар в одно движение. Здесь есть контроль во что-то заключается в самом голове непосредственно. То есть, можно по мишку просто хлопать по поверхности, где-то разгибая руку, делая акценты, этот удар, если в челюбе появится, не макивающийся столом. Но по корпусу таким ударом ничего не будет. Так вот, если вы хотите сохранить вот эту пробивную силу как-то на хиваре, и в то же время, значит, руку разгибать полностью, чтобы акцент был, а не толкать мешок, да? Значит, нужно подобрать такую дистанцию, надо научиться чувствовать это, чтобы вы могли руку до конца разогнуть, но чтобы у вас она зашла хорошо во внутрь мешка. Нюанс. Если вы на макиваре часто работаете полой рукой, вы не делаете поправку на то, что вы еще заминаете перчатки. Поэтому, если вы заминаете мешок на 5 сантиметров, то у вас же на 5 сантиметров, ну или на 3 сантиметров заминаете перчатки. Вот ваши высокие 10 сантиметров. Понимаете? Поэтому не надо мешок заколачивать прямо до середины. Вы должны, знаете, прикинуть так? Вот только прикидка. Этого нельзя делать каждый раз. Вот устали на дистанцию, руку разогнули полностью. И можно сделать где-то сантиметров 5 под ступень. Вот. У вас получается рука чуть-чуть не разогнута до конца. Одну камеру. Вот этого разгиба не будет достаточно. Потому что перчатка сомнется на 5 сантиметров. И мешок на 5. И мы в одно движение разогнете пол в круг. И мы мешок забьете. И в то же время не будет военного движения касания, потом толчка. Мы в одно движение, какой бы тяжелый мешок не был, мы в одно движение закололим. Я разбиваю его на 10 сантиметров. Так же левый путь. И вот так надо каждый раз. Лучше реже бейте, но бейте с акцентом. Сейчас больше с акцентом не направлены где тело. Прежде всего понятно, как правило бывает. Вот правый, чтобы оставалась рука чуть согнута, можно побольше. Чем у вас больше твоей подготовки будет, тем больше рука может приходить согнутый мешок. Вы за счет правильной контракции тела и неправильной работы мышцы его все равно пробьете не толчком, а в одно движение. Я предположим даже поставлю руку вот так. То есть это уже много, да? И все равно за него загнутый мешок. Со временем этот барьер, вот этот интервал будет увеличиться. От минимального такого вот, так глядь, чуть-чуть остается. До почти 90 градусов. Когда вы его достигнете, то вам уже не будет проблем, что противник ломает вашу ставку. Вы будете быть усоединенным, так вот, например. Вдруг он оказался ближе, вернул немножко на вас. И у вас рука пришлась ему вот на полку, например, на поле согнутого состояния. Вы все равно в одно движение, толчка не будете. Или, например, он вошел немножко назад, и вам стоит только немножко дотянуться чуть-чуть. И чуть-чуть больше плеча вперед не бежать. Далеко не стою, да? Да. Ну все 60 сантиметров. Ну это бывает да. Все 60 сантиметров. И у вас получается, этот интервал будет огромный. То есть у вас будет полметра запаса, где вы можете бить не толчком, а везде будет щелчком. И причем не надо даже выкатывать. Или какой-то сокутый рукой удар. Все равно вы будете разгибать. Удагу двое. Вот сейчас и работаем. Сейчас работаем только следующее. Значит только этот самый банч в задней руке. И только другой. То есть передние. То есть просто передние и работаем. Все. 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 Все.